Девушки отдыхают Все время начинали свою соревновательную деятельность с игры на результат прежде всего И таким образом мы втягивались в процесс, который предполагал постоянное соперничество Такие психологически очень серьезные нагрузки на ребятишек, которые только пришли в хоккей и начинали развиваться Физические нагрузки очень серьезные Естественно, тот стресс, который получали ребятишки, он никак не способствовал развитию Но самая главная беда заключалась в том, что вот такое форсирование, форсирование тренировочного процесса, соревновательной деятельности Оно приводило к тому, что очень быстрое сокращение численности занимающихся было Во многих хоккейных странах именно до подросткового возраста никто вообще задач не ставит, связанных с результатом С результатом соревнований Ставят задачи, связанные с результатом обучения отдельным техническим действиям Развитие отдельных способностей координационных, отдельных взаимодействий в команде ребят Второй важный момент – это следование принципу постепенности Как пример – практика игры на полплощадке в младших возрастных группах Которая внедрена в федерации еще несколько лет назад Мы сохранили принцип игры поперек площадки Первые четыре года они будут играть поперек площадки Ворота разных размеров, постепенным увеличением Шайбы, сначала облегченные, потом стандартные шайбы То же самое касается времени Постепенно мы доводим это время от грязного, переходим к чистому времени И переводим его на три периода, предварительно, естественно, меньше времени Для того, чтобы ребята меньше уставали Сначала ребята у нас, получается, первые пять лет они меняются по свистку судьи И при этом мы постарались уменьшить количество остановок игры То есть фактически свисток, шайбу оставили, побежали на смену Команда вышла без сбрасывания и начинает играть с той точки, где была оставлена шайба Это очень серьезно увеличит плотность, моторную плотность собственной игры Ребятам будет больше времени играть Отныне игровая деятельность будет начинаться уже в первые годы обучения Причем на данном этапе детей не будут делить на амплуа А игра будет вестись без вратарей А подключиться к занятиям хоккеем можно будет в более старшем возрасте 8-10 лет Мы предлагаем первые два года играть без вратарей Увеличиваем количество игроков полевых И таким образом мы даем возможность ребятам играть, как раз меняя те же самые игровые амплуа Самое главное, чтобы было больше двигательной активности Чтобы ребята больше двигались, координационно развивались Если у него есть определенные навыки, он их быстро наберет Также будет применен зональный принцип формирования соревновательных групп Это позволит избежать дальних переездов, игры с колес, повышенной утомляемости ребят Постарались оптимально составить эти зоны по принципу конкуренции этих команд Где-то их объединить, где-то их наоборот разделить Для того, чтобы было оптимальное количество в каждой зоне Ребенку необходимо прежде всего развитие, нормальное развитие Необходимо создать прочный фундамент Фундамент анатомофизиологический прежде всего Чтобы его функции нормально работали Ну, простой пример со зданием Если мы будем пытаться быстро построить фундамент И потом на него возвести прочное большое здание Конечно, оно, наверное, долго не простоит Потому что фундамент слабый Наша реформа не ноу-хау и не калька с какой-то одной системой подготовки Скорее, это совмещение многих передовых методик Применяемых в различных странах развитого хоккея Вообще, эта тенденция, она касается не только хоккея мирового Сейчас в футболе аналогичные проходят, в европейском футболе аналогичные реформы Связанные с тем, чтобы, самое главное, создать необходимый эмоциональный фон для ребят Чтобы укрепить мотивацию в занятиях И только потом, начиная уже с 13-14 лет Активно переходить к соревновательной, состязательной деятельности Отбору игроков Наша задача сейчас сохранить до этого возраста максимально возможное количество игроков Чтобы потом была возможность выбрать Потому что вот те ребятишки, которые сейчас не раскрываются, но раскроются в течение нескольких лет Они потом догонят тех, которые сейчас в приоритете И тогда будет больший выбор Мы сможем создать более серьезные сборные команды свои И у нас будет несколько хороших игроков на каждую позицию Равных игроков, равносильных игроков Надеемся, что изменения затеянной федерации помогут улучшить качество подготовки юных хоккеистов И наш детский хоккей со временем станет производить на постоянной основе игроков элитного уровня Это очень сильно удивило наш постсоветский хоккейный мир Та реформа, которую представила наша федерация И сразу хочу сказать большое спасибо председателю нашей федерации Саилу Геннадьевичу Потому что именно его смелость и решительность позволили внедрить то, что мы должны были давно сделать Все это понимали, и все тренеры понимали, и руководители, думаю, что понимали Но ответственность за такую реформу взял на себя Геннадьевич Продолжение следует...